Всем привет, коллеги! Начинаем краткий опционный анализ на сегодня. По фонду мы индексу СНК 500 ожидаем повышения до уровня лимитного продавца по ценовой отметке 3860, после чего ожидаем снижение в области опционного баланса дня в ценовом диапазоне 3818-3801. По активу евро-доллар на сегодня ожидаем повышения в область сопротивления 1.2055-1.2078, после чего ожидаем снижение до технического минимума прошедшего рабочего дня и до уровня убытка маркетмейкера, который расположен по ценовой отметке 1.2007. По британскому фонду снижение продолжится. За прошлые рабочие сутки мы достигли уровня баланса маркетмейкера, мы фактически закрепились ниже уровня баланса маркетмейкера, это отметка 1.3698, и соответственно последующим сценарием развития событий по британцу является снижение до отметки 1.3597-1.3572, это уровень опционного баланса дня, уровень лимитного покупателя. Далее предлагаю перейти к анализу валютной пары австралийский доллар-американский доллар. По данному торговому активу сейчас мы торгуемся вблизи ближайшего сопротивления, это ценовой диапазон 0.7631-0.7647, после достижения которого ожидаем снижение до уровня убытка маркетмейкера по отметке 0.7578, а также вероятно и ниже до уровня лимитного покупателя 0.7541. По валютной паре золото-доллар, либо по фьючерсу золото мы сейчас торгуемся вблизи сопротивлений 1846 долларов, скорее всего так как лимитный покупатель расположен ниже внутри зоны 4%, тогда будем ожидать снижение в область 1825-1820. Ну и по валютной паре доллар-иена движение на повышение продолжается, основным сценарием развития событий является снижение в область поддержки 104.79, с последующим касанием и закреплением выше уровня баланса 105.13, и восходящая тенденция до уровня убытка 105.74 продолжается. Вступай в клуб трейдинг онлайн и получай торговые рекомендации в режиме реального времени, контакты на слайде. Далее перейдем к анализу валютной пары доллар-франк по данному торговому активу, основная тенденция это повышение, ожидаем закрепление выше уровня опционного баланса дня 0.8995, и последующее повышение до сопротивления 0.9018. По паре доллар-канадец сегодня ожидаем касание уровня опционного баланса недели 1.2737, и последующее повышение до лимитного продавца 1.2869. По природному газу ожидаем ретест зоны 40% в отметке 2.913, и снижение до восьмой зоны 2.651. По паре доллар-рубль ожидаем ретест зоны 20% в 76.27, и снижение до четвертой зоны 75.12. По криптовалюте биткоин ситуация без изменений, торгуемся вблизи области поддержки 3.253, и сопротивление 38.463, и поддержки 32.539. Пока мы не выходим за границы канала, то, соответственно, мы не ожидаем по биткоину другие движения. Ну и по фондовому индексу Dow Jones, сейчас мы торгуемся вблизи сопротивления 30.752, если мы закрепимся выше 30.842, тогда будем ожидать повышения на протяжении последующих рабочих дней, если не закрепимся, тогда будем и дальше снижаться. Всем спасибо за внимание, интеллектуальный трейдинг 21 века, никакого страха или жадности, только опционный анализ и холодный расчет. Продолжение следует...